Самоконтроль, безусловно, стоит того, чтобы о нем говорить даже в такое не раннее время. И я, как говорится, на правах самой старшей из присутствующих здесь, могу позволить себе совершить небольшой исторический экскурс, очень короткий. Ну, большинство сидящих в зале, наверное, вообще не скажут, что это такое. Это так называемые визуальные тест-полоски, которые появились в 90-х годах в нашей стране, успешно использовались пациентами. Тогда глюкометр это было практически нереально, если только кто-то что-то привез, и к нему не было тест-полосы. Конечно, обратите внимание, какая технология непростая. Нужно получить большую-пребольшую каплю крови, аккуратно разместить его на поле реагирующем тест-полоске, аккуратно-аккуратно стереть ватным тампоном эту каплю крови, все по секундомеру, разумеется, экспозиция. И вот те полосочки готовые, которые слева, они правильные, а те, которые рядом размазаны, они неправильные. И чтобы научиться делать вот так идеально, нужно было потратить время, потратить некоторое количество полосок. И дальше сравнение с цветовой шкалой. Вот мне всегда трудно было помогать пациентам определяться, к какому же диапазону, к каким показателям ближе по этой цветовой шкале полученные полоски. Какое преимущество было? Конечно, сейчас это кажется при нынешних технологиях совсем смешно, но люди же всегда находят какие-то плюсы. И вот огромный плюс этих полосок был в том, что их можно было резать пополам и даже на три части. Мы сами даже советовали это делать и получали смешные встречные вопросы от пациентов вдоль или поперек. Ну, в общем, никогда не скучали, конечно, мы в нашей области. Сейчас самоконтроль – это непременная составляющая лечения диабета. Мы, в общем, у огромного количества больных не можем добиться эффекта, если не применяем систематический самоконтроль. Наши алгоритмы, алгоритмы других стран более или менее подробно проработаны. Но без самоконтроля гликемии мы сейчас не можем себе действительно помыслить, как же мы работали. Если я сослалась на 90-е годы, то что сейчас? Я не могу сказать, что у нас самая репрезентативная выборка обращается в наш эндокринологический научный центр. Но все же отовсюду, со всех концов страны, сейчас в условиях возможности получения обязательного медстрахования, направления на госпитализацию, мы видим пациентов со всей страны и даже из ближнего зарубежья, которые, конечно, не по ОМС, по другим каналам едут. И, в общем-то, каждый пациент с самоконтролем. Если он приехал без самоконтроля и увидел, что все вокруг с глюкометрами, он тут же приобретает глюкометр, осваивает самоконтроль. Практикой каждым днем стало несколько глюкометров у каждого больного. Плюсы, может быть, очевидны, но и минусы тоже очевидны, потому что их надо непременно сверить между собой. Ну и достаточно часто и у молодых, и у возрастных пациентов стало представление компьютерных, компьютерное представление результатов, дистанционная передача данных, да, мы получаем по мейлу, мы смотрим память глюкометра, выводим ее. С помощью компьютерной программы. Вот это уже наши нынешние будни. Но, с другой стороны, что еще мы видим тоже каждый день? Пациент почему-то, несмотря на наши рекомендации, смотрит только на тощак гликемии. Я даже называю это синдром на тощак. Удивительным образом ему никто этого не говорил, но он скатывается к контролю только на тощак. У скользания по частоте и по регулярности самоконтроля, отказ от самоконтроля, любой эпизод отказа от самоконтроля, мы можем заранее знать, что пациент явится с худшими результатами, чем те, которые были на период регулярного самоконтроля. Надо справедливости ради и на себя попенять, что мы не всегда спрашиваем, не так настойчиво в запросе результата в самоконтроле. Значит, то, что многие пациенты не используют все богатые, достаточно разнообразные возможности глюкометра, да, действительно, это тоже практика каждого нашего дня. Но, опять же, и наша врачебная сторона вопроса. Мы не всегда требуем выставления настроек, даже самых простых даты и времени. Ну и самая большая проблема – это отсутствие реакции на результаты самоконтроля. И нашего обучения, которое позволило бы запустить этот процесс у каждого больного, наверное, все-таки явно не хватает. Бытующее мнение, критикую тоже, понимаете, продолжаю критиковать. Какое мнение среди пациентов относительно самоконтроля глюкометров – это неточный метод. Во многом здесь виной тому, что все сверяется, сопоставляется, глюкометр с глюкометром, глюкометр с лабораторией, а мы не всегда можем дать достойный ответ и разъяснение по этому поводу. Точность в массе среди эндокринологов тоже представляет некий вопрос. Сомневаются коллеги многие в точности этих замечательных приборов-глюкометров, потому что нет ясных представлений о технологии, не всегда можем и пациенту мы тоже объяснить закономерность расхождения результатов с разных приборов. Значит, второй такой существующий миф, мнение бытующее – это дорого, говорит пациент. И мы иногда решаем за него, поддерживаем, что да, действительно дорого, бесплатное обеспечение, и не всегда, и не везде, а поэтому, значит, и пусть не будет самоконтроля. Это все тоже проистекает из нашей недостаточной грамотности. Если бы мы все четко интересовались и знали, каковы технологии, заложенные в основу самоконтроля, мы бы не удивлялись, что самоконтроль стоит денег, как говорится, да, и пациенту это тоже можно было бы разъяснить, сопоставляя с другими жизненными какими-то потребностями, что это вовсе не такая дорогая вещь и что цена ее не может быть 3 копейки, потому что это высочайшие технологии и контроль качества. Ну и жалеем иногда пациентов, разрешая им милостиво не так часто, как надо проводить самоконтроль, что, конечно, отражается, к сожалению, на эффективности, на результатах. Значит, один из современных глюкометров «Контур Плюс», знакомы многие с ним, нам всегда интересно знать, каковы особенности прибора. Если вот так покажу перечень его свойств, наверное, мало что зацепляется, да, глазом. Сделаем вот так. Те особенности, о которых стоит сказать для того, чтобы понять, кому рекомендовать каким пациентам такой прибор и как нам самим его использовать себе на благо, да. Ну вот это прежде всего точность, о которой сейчас несколько слов. Это некоторые функции, так называемый второй шанс, о котором тоже расскажу. Это возможность дополнительного нанесения капли крови, если первая капля была недостаточной. И два режима измерений, два режима работы, основной расширенный. Расширенный позволяет сделать такие вещи, как выставить личные настройки, режим напоминания и так далее. Ну, по быстроте, по объему памяти вы видите глазом. Итак, точность. Точность сейчас ставится во главу угла процесса самоконтроля вообще. Об этом говорят очень много. Наверняка уже слышали ссылки на такую организацию международную, международная организация стандартизации, да, которая все, что можно стандартизировать, она стандартизирует. Новая версия ее от 2013 года, она воплотилась в отечественном госте 2015 года, и теперь требования к точности очень высоки. Они ужесточены по сравнению со стандартом предыдущего 2003 года. Эти причем требования к точности относятся не только к профессионалам медицинским, но и пациентское измерение должно быть также иметь высокую точность. Это должно быть подтверждено. Решетка ошибок вы наверняка знаете. Эти картинки я тоже, конечно, постараюсь визуализировать. 99% всех измерений должно попадать в зону самой высокой точности в соответствии референсному уровню. Это зона А преимущественно и зона В. Проиллюстрирую, будет видней. Ну и, наконец, точность также подразумевает минимизацию влияния экзогенных и эндогенных интерферирующих факторов. Всего это 21 вещество включено в перечень в новом стандарте. Вот некоторые из них очень действительно важные для нас. От них избавиться достаточно трудно. Вы видите здесь перечень. Но все практически организации, врачебные, профессиональные, сходятся на том, что точность для нас очень важна. Вы знаете, что некоторое время назад были огромные проблемы, возникшие из-за недостаточно точных определений. Это имело мировой резонанс. С тех пор вот такие ужесточенные требования, они неукоснительно должны соблюдаться. Значит, когда я показала особенности глюкометра, я назвала вот такую технологию, обеспечивающую точность, как мультиимпульсная. Что это значит? Как бы понять достаточно, может быть, трудно со слуха, но суть в том, что за это короткое время работы с образцом крови пациента глюкометр, как измерительный прибор, он имеет возможность провести несколько измерений. То есть как бы фактически это несколько лабораторных измерений, которые потом обрабатываются, суммируются, согласно некоему сложному алгоритму, и мы получаем точнейший результат. Что дает фермент плюс новый медиатор? Это уже свойства полоски. Если мультиимпульсная технология – это прибор, то фермент вместе с новым медиатором, они заложены в каждой тест-полоске. Это и быстрота реакции, это стабильность, в том числе условия хранения, это селективность, избирательность определения именно глюкозы. И все это дает минимизацию ошибок, связанных с условиями хранения, интерферирующими субстанциями и низкими концентрациями глюкозы. Вот это, мне кажется, особенно важно. Мы двигаемся дальше. Были проведены исследования данной системы мониторирования глюкозы, глюкометра «Контур плюс». И в соответствии со стандартами, которые выделены вверху, каковы же требования нынешних, ныне действующих стандартов 2013 года, мы видим с вами, что требования соблюдаются в 100% новых стандартах. Это точность на низких достаточно показателях гликемии плюс-минус 0,83 мм на литр в 100% из всех проб. И на более высоких показателях гликемии также 100% на всех пробах укладываются в плюс-минус 15%. Но мы можем также увидеть, левее перемещаясь, что и большая точность уже достигнута. Сейчас это пока не является обязательным, но следующий шаг, наверное, будет еще большее ужесточение требований к точности этих измерительных приборов. Вы видите, что 100% измерений уложились в интервал плюс-минус 0,6 мм на литр, но несколько меньше, но все-таки тоже подавляющее большинство, даже плюс-минус 0,3 мм на литр. Это особенно важно для низкого уровня показателей гликемии, когда мы диагностируем гипогликемию. Ну и на более высоких уровнях глюкозы плазмы мы видим, что тоже почти 100%, плюс-минус 10% уже очевидно, это уже некий путь к новому стандарту, ну и плюс-минус 5% тоже достаточно высокий процент уложился измерений. Ну вот она, это самая решетка ошибок в Паркс, которая визуально сразу узнается. Вот как важно тоже визуализация чего бы то ни было. Так мы будем говорить о представлении результата в графическом, это тоже вы можете на себе сейчас ощутить, что такое увидеть, а не услышать. Значит, также в исследовании, которое подтвердило высокую точность данной системы определения глюкозы, 100%, 600 и 600 проб результатов измерений глюкозы уместились в зону А, вот этой самой решетке ошибок Паркс. Допустимо даже в зоне Б, потому что почему вообще, на чем основано вот это вот выделение этих зон? Да потому что зона А – это высокая точность и никакого влияния на клинические действия. Никаких ошибок невозможно сделать, если с такой точностью определяется, измеряется гликемия. А вот самая отдаленная зона Е, и вы видите, что здесь красным выделено, да, в голубой рамочке, что если определения отклоняются от референсного настолько, что попадают в зону Е, то это может уже иметь опасные клинические последствия. Поэтому стремление к максимальной близости к референсному значению – это то, к чему стремятся сейчас все производители. Ну и, наконец, использование пациентов. Я говорила о том, что новые стандарты требуют точности измерения не только при использовании медицинским профессионалам, но и при использовании пациентам, кому, собственно, и адресованы данные глюкометры, да. И снова мы смотрим с вами, что те требования, которые предъявляют стандарты ISO от 2013 года, соблюдены в 100%. Плюс-минус 0,83 – 100%, плюс-минус 15% на более высоком диапазоне гликемии – все это попадает в требования не менее 95%, то, что выделено красным вверху. Это то, что касалось точности. Мы можем быть уверены в данном приборе. А теперь об удобстве. Это тоже все-таки то, что нам хочется знать, то, чем нам хочется побаловать пациента. И вот эта возможность дополнительного нанесения капли второй шанс является тем преимуществом, на котором можно остановить внимание пациента. Дальше мы поговорим еще очень коротко о двух режимах измерения. А сейчас второй шанс. Если полоска недозаполнена, а это может быть у кого? У детей, как говорят нам педиатры, дети подвижны, у детей все-таки крохотные пальчики, не такая большая капля может быть сразу получена. И это еще очень важно при гипогликемии, когда может быть тремор, когда пациент напряжен, тревожен. Вот эта возможность нанести дополнительную каплю крови, причем на это довольно много времени, целых 30 секунд есть у пациента для того, чтобы использовать вот этот второй шанс и чтобы не пришлось вставлять вторую полоску для следующего отдельного измерения. Ну и, наконец, два режима измерения. Основной он простой, Но если пациент владеет минимально работой с электронными приборами, с гаджетами, то появляются дополнительные возможности. Кроме того, что можно получить среднее значение глюкозы крови не за 7, а за 14 и за 30 дней, можно выставить личные настройки высоких и низких показателей, свои индивидуальные пороги на минимальный уровень допустимой гликемии и также на максимальной. Можно выставлять метки до еды и после еды. Знакомая такая функция. И, в общем, я в последнее время очень настаиваю, чтобы пациенты это делали. Это действительно дает положительный, много положительных моментов. Среднее значение до и после еды по отдельности можно получить. И также настраиваемые напоминания о тестировании. Значит, есть компьютерная программа, которая позволяет как нам с вами, получить визуализацию и статистику по измерениям, содержащимся в памяти глюкометра, так и вариант программы для пациента, для тех пациентов, которые владеют возможностями такими, переносить данные в компьютер. Таких очень много пациентов. Я говорю сейчас и о возрастных, в том числе все больше и больше их становится способных вот так вот управляться с глюкометрами. И вот, пожалуйста, это с данной пациентки, которая вела определение своей гликемии с помощью глюкометра «Контур Плюс». Вы видите массу возможностей, массу кнопок. Тут нажато по одной кнопке, можно нажимать другие, пробегитесь просто глазом. Все это нам уже очень хорошо знакомо. Но в данном случае, конечно, грустная картина. За всеми этими результатами стоят какие-то индивидуальные истории. В данном случае это пациентка, у которой развился острый артрит. И она получает кортикостероидные гормоны. Ухудшение компенсации. Все это очень надо было обсудить, посмотреть. А вот смотрите, если мы нажимаем другую кнопку, мы здесь имеем уже развернутую табличку конкретных показателей. Здесь видно, как курсор наведен на самый высокий показатель за те дни, которые мы с ней просматривали, обсуждали. Это 27,1 ммоли на литр. Возможность распечатки заключить. Да, ну сначала у нас есть возможность ведения электронной истории болезни. Все, каждый из нас, кто заинтересован в создании базы данных своих пациентов, мы многие сейчас работаем с электронными системами документа оборота в медицине, но они не предполагают хранения результатов о самоконтроле. Пожалуйста, вот для нас удобная возможность завести прям целую историю болезни, внести те данные, которые нам кажутся важными, и на каждом следующем визите сравнивать данные, обсуждать с пациентом, динамику, делать какие-то дополнительные, выполнять дополнительные функции. Например, можно изменить настройки не только на глюкометре, но и через эту программу повысить, понизить так, как нам это кажется нужным. Но это распечатанный отчет, он тоже в разном виде может быть представлен. Две стороны одного заключения, который может быть выдан пациенту. Кстати, в данном случае пациентка очень строга была к себе, выставляя индивидуальный личный порог на высокие показатели гликемии, поэтому выглядит, конечно, совсем все пессимистически. На самом деле, если бы она немножко не так жестко выставила настройки, которые я потом поменяла, может быть, здесь было бы немножечко более все это приятно. Так вот эти возможности, как максимально взять то, что мы можем и должны от самоконтроля. Значит, истина непреложная, что пациент с сахарным диабетом должен быть вовлечен в процесс контроля и лечения своего заболевания. Очень важно, как мне кажется, побуждать больного осваивать функции глюкометра. Те, которые в нем есть, максимально. Инструкции разрабатываются специально таким образом, чтобы они были максимально понятны. Они содержат исчерпывающую информацию. Почему больные сами не хотят этого делать порой, не очень понятно, но некие побуждения с нашей стороны, они, в общем, показывают, что все это можно, все это осваивается легко и приносит много пользы. Значит, даже если мы сделаем такую вещь, как выставим дату и время, вернее, попросим, чтобы пациент это обязательно сделал, а они этого в огромном проценте случаев не делают, это будет не только полезно пациенту, но и нам с вами тоже, чтобы ориентироваться в памяти глюкометра. Вообще, работать с дневником или с памятью глюкометра, компьютерным представлением данных, электронным дневником фактически, это важнейшая часть лечебного процесса в наше с вами высокотехнологичное время. Умный самоконтроль, безусловно, повышает самостоятельность больного, он лучше понимает свое заболевание и собственные возможности влияния на гликемию. Каждый из нас может в этом убеждаться с вами каждый день. Каково развитие? Конечно, это некий этап, и за ним последует что-то еще. Могу сказать уже сейчас, и многие из вас, может быть, знакомы с такими технологиями по публикациям, посещая зарубежные, скажем, мероприятия, что появится вскоре приложение для смартфона уже в нашей стране. Помощь в оценке углеводов, пищи, по фотографии, может быть, невероятным кажется, однако это реальности все более и более точные, эти методики возникают. Калькулятор булеса. Это то, что является нашим будущим, мы не можем отставать, поэтому с уже имеющимися устройствами надо брать все, что можно, максимально приучая пациентов, даже возрастных, к использованию возможностей приборов. Ведь пожилые завтра – это те, кто молодые сегодня, и пожилые будущего, они будут уже очень технологически подкованные, и мы с вами, молодое поколение врачей, будут работать уже на совсем другом уровне. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...